И, внимание, первая персидская династия в Иране появляется после арабского завоевания в 1925 году. Пехлеви, когда Реза первый стал шахом Ирана, основал новую династию. Собственно, династия из двух человек. Его сын, Мухаммед Реза Пехлеви, был последним шахом Ирана. Вот и все. То есть, с 1000 года до 1925 года, с небольшим перерывом на монгольский период, Ираном правили тюркские династии. И только тюркские. А до 1000 года, с 652, ну, можно считать, с 640, когда была бита Прикадисии, было арабское владычество. И там разные зависимые от халифов государя, князья. А где перси-то? А нет персов. Персы были при Сасанидах, и персы были вот при Пехлеви. Вот вам персы, иранский элемент. А вся остальная тысячелетняя история. Тысячелет история Ирана, это на самом деле история тюркских государств в Иране. Это в значительно большей степени история тюрок в Иране, а не персов. И если от этого отмахнуться, то мы вообще ничего не поймем. Не в истории Ирана великой цивилизации, которая только сегодня выглядит такой задворками мировыми, изгоем и так далее. Но это результат санкций и иранской революции 78-го года. Вообще, это великая страна. И так же, как Китай, который долгое время выглядит каким-то там захолустьем мировым, который делили, грабили европейские колониальные державы, а сейчас Китай это номер два в мировой истории экономики и политики. Супер держав. Подождите, еще Иран поднимется. Придет время, может быть не при нашей жизни, когда Иран вернет себе былое лидерство. Иран, по крайней мере, в региональном масштабе. И он этого не сможет сделать, если он не поймет своих тюркских корней, которые в Иране гораздо глубже, чем корни России, связанные с степным тюркским миром. А мы с вами говорим, что без тюрок не было бы современной России, российского государства, не было бы русской истории, русской культуры. Вообще ничего бы не было. С Ираном это все еще гораздо более ярко видно. И роль тюрок в истории Ирана еще гораздо больше. До 40% населения вообще Ирана во все времена составляли в Средние века и позже тюркские племена. Они и сейчас там и большую роль играют. Там, например, азербайджанцев больше несколько раз, чем азербайджанцев в нашем Азербайджане современном. А кроме азербайджанцев, там еще огромное количество так называемых шахсиленов бывших. То есть племена, которые поддерживали шаха, это кочевники. Они почти все тюрки. В общем, корни тюрок в Иране глубоки. Роль их там огромный. И когда мы с вами будем говорить о том, как вот происходили события, связанные с тем же Надир Шахом, с его нашествием на Дагестан, с историей современного Азербайджана, мы всегда должны держать в голове вот то, что Иран постоянно будет фигурировать в этих наших рассказах. Это вовсе не Иран персов. Это не династия Пехлеви. Это вообще не наследники ахименидов и там сасанидов. Ничего подобного. Это тюркские государства в Иране. И вся история с 1000 года по 1925 Ирана – это история тюркских государств и тюркских династий в Иране. Вот это я хотел вам, собственно, и сказать.